Доклад у нас действительно будет про функциональное реактивное программирование. И у меня сразу вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки в зале, кто любит поднимать руки, когда задают вопросы. Отлично, вы мне будете помогать. Просто поднимайте руки и все. Периодически. Вот. Значит, функциональное реактивное программирование, давайте разберемся сначала в этимологии, это в первую очередь функциональное, во вторую очередь это реактивное, и в третью очередь это программирование. И в принципе только с программированием более-менее все понятно. Вот мы, вроде как, здесь в зале собралось большинство программистов, несколько тестировщиков, насколько я знаю. Про программирование мы еще более-менее все знаем, а вот с первыми двумя я предлагаю разобраться. В первую очередь функциональное. Давным-давно, а, я сейчас слайд расскажу про то, что я не буду рассказывать ни про один из известных фреймворков, ни про один из известных библиотек, потому что все, что вы можете узнать об этих библиотеках или фреймворках, можно почитать либо в Redmi, либо в секции документации. В серьезные библиотеки или фреймворки у них целые сайты есть, которые посвящены, как работать с этим, и там на ютубе постоянно в каналы всякие выкладывают видосики, как с этим всем жить. Поэтому слайдов про пересказывание Redmi у меня не будет. Начну с функционального, и тут надо окунуться немножечко в историю. Давным-давно, это было очень давно во времена пиратов, был клевый чувак. И этот чувак сформулировал вот эту проблему. Вот это слово, оно означает, я тут, чтобы не перепутать, записал, это проблема разрешения. Проблема разрешения, она формулирует, как решать проблему разрешимости. Именно поэтому я это и записал. Проблема разрешимости звучит как «дайте мне нечто, и я вам отвечу, правда это или неправда». Это проблема разрешимости. А проблема разрешения, которую сформулировал Гильберт, звучит приблизительно как «дайте мне утверждение, и в пределах той алгебры, на которой сформулировано это утверждение, можно ли сказать, выполняется оно или не выполняется, правда это или неправда. Может быть решено или не может». Это фактически то, что сформулировал этот ученый. Вот, и это было, как я сказал, уже давно, и через некоторое время эту проблему начали решать. И решали ее два замечательных товарища, это Тьюринг, ну ладно, чего вы, и Чорч. Вот, интересно, что Тьюринг был студентом Чорча, а Чорч был научным руководителем Тьюринга. И все Википедии говорят о том, что Чорч и Тьюринг решили проблему разрешимости, проблему разрешимости они решили независимо друг от друга в один и тот же год. И именно по имени Чорча Тьюринга была названа эта теорема, теорема Чорча Тьюринга, которая доказывает, что нет, нельзя найти такого универсального алгоритма, который четко нам скажет, можно или нельзя решить эту проблему. Ну, они написали две научные работы, очевидно, они там перезванивались или переписывались, и договаривались, мол, типа, я там через месяц напишу работу, ты там тоже готовься, чтобы вместе со мной написать, а то ты же мой студент, надо же как-то с тобой работать. Но эти два товарища, Тьюринг и Чорч, они еще известны благодаря своим другим достижениям. И вот эти вот проблемы разрешимости и формулирование теории Чорча Тьюринга, она легла в основу двух работ этих Чорча Тьюринга, и которые называются, рано, рано, машина Тьюринга и лямдоисчисления. Это два товарища, которые по-своему формулировали проблему разрешимости и пытались доказать, что нет, нельзя. Что такое машина Тьюринга, более-менее все знают, правильно? И даже кто-то знает, что такое лямдоисчисление. Но лямдоисчисление, как мне кажется, знает меньшее количество людей, потому что с машиной Тьюринга работают практически все. Это состояние и алгоритм изменения этого состояния. У нас есть такая вот штука, которая постоянно мутирует и постоянно находится в каком-то состоянии. И, собственно, благодаря этой машине Тьюринг и пытался показать, что нельзя найти такого решения, которое однозначно скажет, можно ли или нельзя решить ту или иную проблему в рамках алгебры. И лямдоисчисление – это такая штука, которая, по сути, является функциональным программированием сейчас. Ее часто ставят в один ряд с объектно-ориентированным программированием, наверное, потому что функциональное программирование и объектно-ориентированное программирование – вроде как обе программирования, и там какое-то прилагательное есть. Но на самом деле нельзя их сравнивать, потому что в лямдоисчислении его можно корректно сравнивать только с Тьюринг-полными языками, которые основаны на Тьюринг-машине. Это то, что касается лямбда-исчисления И лямбда-исчисление, ну или функциональное программирование, оно совершенно другое Те, кто на FPP писал, те понимают, что там в принципе мы оперируем другими понятиями В отличие от переменных, которые там мутируются И у нас там есть персистентные структуры данных И много всякого такого интересного И функциональное программирование, оно само по себе крутое И Чорч, в отличие от Тьюринга, основывал свою теорию на абстрактной математике И в основу лямбда-исчисления легла именно абстрактная математика А не как у Тьюринга изменяющееся состояние, которым мы привыкли в принципе оперировать Именно поэтому, кстати, машина Тьюринга, как мне кажется, и захватила весь мир Потому что этой штукой проще оперировать, а не потому что там по памяти какие-то быстрее Какие-то гарбаш-коллекторы и прочая штука Просто потому что она понятнее нашему мозгу И функциональное программирование, оно настолько крутое и настолько мощное Что в принципе можно даже татуху себе набивать И ходить и гордиться этой татухой Ну вы главное, когда будете набивать татуху Смотрите, чтобы как-то вот так не получилось И чтобы вы знали, что вы набиваете Потому что может получиться какой-нибудь мракобесие Ну более-менее с функциональным программированием понятно А вот с реактивным программированием Сейчас мы поговорим Этот термин, он идет в разрез с функциональным И никак с ним не пересекается То есть реактивное программирование, оно может быть Как функциональным, так и объектно-ориентированным Даже есть процедурное реактивное программирование Которым я в принципе не слышал никогда Только на Википедии читал Ну наверняка есть Вот И всеми любимый React Куда же без него Какой доклад обходится без React На самом деле является не FRP А объектно-ориентированным реактивным программированием Они так себя и собственно и позиционируют Вот И с некоторых пор даже язык Elm Который изначально позиционировал себя Как функционально реактивный язык Сейчас там у них даже есть такая в бложике статья Сказали, что нет, ребят, мы на самом деле Мы тут подумали, мы объектно-ориентированное Функциональное программирование Вот Так что же такое реактивное программирование И в частности функциональное реактивное программирование Давайте разберемся Во главу функционального реактивного программирования Во главе стоит сущность, которая называется событие Ну событие мне слова не нравится Потому что этих ивентов, особенно в JavaScript, просто дофига И там, если говорить слово event Все начинают пугаться и говорить Вот эта буковка E, которая в функцию входит Я называю это реакцией Просто подобрал красивый синоним И реакция на самом деле может быть все что угодно То есть это какое-то временное событие Нечто во времени, которое в себе содержит какие-то данные И данные могут быть совершенно произвольные Какие вам захочется В принципе это единственный способ сообщить кому-то что-то Надо просто выдать реакцию с какими-то данными А данные вы собственно сами формируете Дальше мы увидим как Вот И почему функциональное реактивное программирование Вот такое особое Это потому что Во-первых, функциональное программирование Иммутабельно по определению И реакция, которая происходит Это вот если посмотреть на пространство-время наше Это нечто, которое уже произошло И менять его бесполезно Даже если мы что-то поменяем в событии, которое было мгновение назад Ничего по-настоящему не поменяется Мы прошлое изменить не в состоянии И в основу Эта штука лягла в основу ФРП И вот оно оперирует событиями, которые уже произошли Передаются события Передаются события у нас с помощью цепочки реакций Если у нас происходит событие А Оно может породить за собой события Б Дальше С и Д Помним фильм «Эффект бабочки» Ну или теорию Кто-то может знает эффекта бабочки Это когда у нас где-то, кажется, в Аризоне Бабочка машет крылом И где-то в Японии происходит цунами И в ФРП есть два вида цепочки этих событий В классическом ФРП они называются Опять же события, event и behavior Но я их называю stream и box Просто выбрал два красивых названия И в принципе они слегка отражают суть того, что происходит Давайте по очереди Сначала box Box это у нас функция от времени То есть у нас в любой произвольный момент времени Есть какое-то значение Это непрерывная функция И когда мы обращаемся к box У него всегда внутри есть значение И потом оно со временем меняется Если мы попробуем box отобразить в виде какой-то наглядной картинки Я могу предложить вам вот такую штуку Вы сейчас закройте глаза И потом в произвольный момент откройте глаза И вы всегда будете знать значение В котором сейчас находится box Хотя он менялся еще несколько мгновений назад До того, как вы открыли глаза Если же box представлять в виде графика То выглядит он будет как-то вот так То есть это непрерывная функция В отличии от stream Stream это не непрерывная функция Stream это набор пар Время и значение Это в какой-то момент времени происходит какое-то значение В остальные моменты времени у нас нет этого значения Если представлять это графически То получится вот такая вот блымающая картинка То есть если вы опять же закройте глаза И откройте в произвольный момент времени Вы не будете знать предыдущего блыма Вы узнаете только о следующем блыме А если представлять это графически То это будет просто набор точек Если же мы посмотрим на stream и box вместе Ну вот Если их сравнить между собой Отличаться они будут одной маленькой чертой После Ну мы давайте Откроем глаза в момент пунктирной линии И в box мы получим Данные от события A А в stream мы от него не получим А вот в момент B Мы оба получим события B И от stream и от box То есть их разница на самом деле небольшая И отличается только в том Что box хранит свое значение А stream нет Вот И в принципе вот этими двумя цепочками событий И собственно самими событиями И оперирует функциональное реактивное программирование И по большому счету Из теории как бы все Примеры box это ничто И константное значение В первом случае это у нас будет пустой box Который никогда ничего не пошлет А в втором случае это Кто бы ни подсосался к этому box Он всегда получит одно и то же значение 10 В отличии от box, у которого есть метод ничто У нас у stream есть метод никогда Который ровно точно так же как и box Никогда ничего не сообщит Но в отличии от box У него терминология немножко другая Box в нем постоянно есть какое-то значение А stream это какой-то набор событий Ну и здесь еще два примера Опять же единственное событие 10 Которое происходит один раз И все подписчики этого стрима Получают его единожды И все последующие об этой десятке Никогда ничего не узнают Ну и пример вызова конструктора На котором произойдет событие Через реакция Через одну секунду Более сложные примеры Которые уже взаимодействуют С нашим дом-деревом С нашим браузером Это получить стрим из промиса И получить стрим из набора ивентов Вот в случае с набором ивентов Вроде как все даже интуитивно понятно То есть у нас есть какие-то события Мы подписываемся на этот стрим И стрим нам как-то там пробрасывает Дальше будет понятно как Событие В реакции которой в данных Лежит собственно сам Эвент браузера А с промисом Это у нас он произойдет один раз Промисы такие Они однократные Но тем не менее Это все еще конвертируется в стрим И в принципе по большому счету Можно сказать С некой натяжечкой Что стрим Это такой многоразовый промис Когда можно Узнавать о событии Много-много раз подряд На одном и том же Вот два примера Об одном и том же Вроде как бы О ивентах в браузере Но они показывают Почему одно из них стрим А второе бокс В боксе В случае бокса У нас всегда есть позиция курсора Куда бы мы ни крутили Как бы мы ни отвлекались От работы с браузером У нас всегда есть какая-то позиция И это бокс А вот в случае с Кликами по элементу У нас клик либо происходит В какое-то мгновение Либо его нет И какого-то значения Постоянного у стрима Быть не должно собственно Мы поговорили про Те штуки Как сработать с этими стримами А теперь Что собственно Дальше с ними делать Все знают функцию map Я тут останавливаться не буду Она достаточно очевидна А вот реализация map На стримах Будет приблизительно такая же То есть у нас Мы получаем стрим Price value И на выходе у нас получается Еще один стрим Значение которого Либо true Либо false В реакции хранится значение Булевое Либо true Либо false В зависимости от того Больше ли цена Какого-то определенного порога Или нет Или допустим Там где map Там и фильтр Мы получаем Фильтруем получается Цепочку Событий В стриме Только до тех Которые больше Определенного порога Ну опять же Реализация фильтра Все знают Для стримов Она работает точно так же Как для коллекций Почему она так медленно Кликается Назад Есть еще Краеугольный камень Функционально-реактивного Программирования Это функция Flatmap Или bind В некоторых языках Она так В некоторых так Она звучит И Она тоже достаточно Очевидна То есть мы делаем Плоский массив Массивов Если мы говорим О массивах Данных Если же мы говорим О стримах И боксах У нас появляется проблема Потому что Мы можем схлопнуть В один плоский список Набор массивов Как-то Ну по простому Потому что там просто Лежат значения В случае же стримов Они растянуты у нас Во времени У нас В какой-то момент времени Происходит событие В какой-то не происходит Если у нас есть два стрима С асинхронным Выполнением Каких-то событий То результирующий стрим Который мы Flatmap По этим двум стримам Он должен содержать Набор этих значений Поэтому мы Разделяем Flatmap На два Подвида Flatmap Называем их Flatmap All Либо Flatmap Plast Flatmap All Это Flatmap Который Собственно Ведет себя Так Как обычный Flatmap На обычных Массивах Он их Собирает Всех В один Список Плоский И с ним Работает В случае Flatmap Plast Это не так Он обычно применим Для боксов И выглядит он Как взять Последнее Событие С последнего Бокса Где оно Произошло И положить в Результирующий Бокс То есть у нас же Если допустим Есть пять боксов Их надо Flatmap У них у всех Всегда есть событие Значение какое-то И мы берем Только то Которое Произошло Последним Вот Как выглядит Flatmap На наших Стримах Боксов Вот приблизительно Вот так То есть у нас Есть Стрим Идентификаторов Пользователя И мы Хочем Получить Данные С сервера Об этих Пользователях Мы Конструируем Набор Стримов Которые Получают Собственно Эти данные И Возвращаем Новый Стрим На котором Вызываются Реакции С данными От этих Пользователей И получается Здесь у нас Порядок User IDs Вовсе Не такой Какой будет Порядком На результирующем Стриме Потому что На результирующем Стриме Они придут Асинхронно В зависимости От того Как там у нас Сервер отвечает Вот Функция Map Как впрочем Очень многие Другие Если не все Функции Реализуются Через Flatmap Весьма Просто И весьма Очевидно Для того Чтобы сделать Map Нам надо Flatmap По Функции По Стримам Из одного Элемента Фильтр Фильтр Тоже Реализуется Через Flatmap Но В принципе Все Реализуется Через Flatmap Если Вы Начинаете Понимать К чему Я веду То Вы Наверное Поняли Что Такое Монады Ну Или Вы Знали Что Такое Монады Вот Но У меня К сожалению Доклад Не об этом Есть Еще Одна Клевая Функция Это Zip Ну Или Zip Viz Которая Называется Которая Работает Как Молния На Куртке Она Выбирает Пару Значений С Двух Стримов Ну Или Двух Или Более Стримов Которые Мы Подаем Ей На Вход Вот И Она Тоже Реализуется Через Flatmap Debounce Это Та Функция Которая Я Показывал Вначале Реализуется Через Flatmap И Функцию Later Которая Достаточно Очевидна Вот Теперь Больше Реальных Примеров У нас Значит Есть Два Стрима Кликов По Кнопочке Плюс Кликов По Кнопочке Минус И Мы Получаем Результирующий Стрим На котором Происходят Все События Сразу Вот Он Тоже Достаточно Очевидный Используется Функция Merge Которую Я Не Описал Потому что Она Вроде Как Понятна Или Вот Еще Несколько Примеров Мы Удаляем Дупликаты На Каком-то Результирующем Стриме Получаем Позиции Курсора Вы знаете Те кто С джаваскриптом Работает Что если Мышкой Шевелить Меньше Чем На Один Пиксель То Она Постоянно Посылает Одни и Те же Координаты Вот И вот Skip Duplicates Функция Которая Скипает Повторяющиеся Значения Реакций Эту Проблему Решает Или Допустим Более Сложный Пример Это Когда Мы посылаем На сервер Только Измененные Данные Формы А не Все подряд Чтобы Пользователь Тысячу раз Клик-клик-клик На Сабмите Не жал Вот Пример Функции SampledBy Мы дальше Будем Использовать Это функция Когда Мы Берем Результат Из одного Стрима Когда Происходит Другой Тоже Достаточно Очевидно И тоже Реализуется Через FlatMap Несколько Примеров Еще Take Это взять Первые 10 Стримов Take While Взять Пока Что-то Там Происходит И Take Until Это Как Take While Только Until Вот И теперь Собственно Настоящий Пример От Ада Я Мы Будем Реализовать Drag And Drop На Вот Только Что Нами Написанной Библиотеке FRP То Что Я Рассказывал Это Не Какая Из Существующих Библиотек Это Во время Написания Этих Слайдов Что Такой Drag And Drop Это Перетягивание Мыши От Момента Нажатия Вниз Мыши До Нажатия Вверх Мыши И Собственно Так И Запишем Получаем Три Стрима Первый Стрим Называется У нас Mouse Down Второй Mouse Up Третий Mouse Move Это Просто Три Независимых Стримов События Mouse Move Мы Получим Поток Событий При Любом Движении Мышкой А Mouse Down Мы Получим При Нажатии Только На Item А Mouse Up Мы Получим Всегда Собственно Как Здесь Это Написано Теперь Срезультируем Сделаем Новый Стрим Который Называется Mouse Drag Который Звучит Как Делать Пожалуйста Mouse Move До Тех Пор Пока Не Произойдет Mouse Up Но С Момента Маус Дауна То есть На моменте Mouse Down Происходит Событие И мы Делаем Flat Map По Вот Этому Стриму А Этот Стрим Это Фактически Позиция Mouse Move До Тех Пор Пока Не Произойдет Mouse Up Читается Очень Просто Дальше Мы Mouse Move Превращаем В Поток XY Координат И Запоминаем Стартовая И Текущая Позиция Стартовая Позиция Это Позиция Курсора В момент Нажатия Mouse Down А Текущая Позиция Это Позиция Курсора В момент Mouse Drag Разница Между Start Position И Current Position Описывается Приблизительно Вот так Мы Используем Здесь Функцию Zip Или Zip With Которая Получает Разницу Между Этими Двумя Значениями И У нас Получается Stream Shift Position После Этого Все Что нам Надо Сделать Это Поменять CSS Свойства X и Y У какого-то Айтема В момент Когда происходит Shift Position Реакция Это Собственно Все Ну Задним Маленьким Исключением Чтобы этот Пример Полностью Работал А он Работает Нам Надо Еще Убедиться В том Что Эти Элементы Айтема Это Не дай Боже Не ссылки И Никто Никуда Не начнет Переходить В браузере Ну Собственно Это Есть Тот Самый Пример Как Упоминал Несколько Библиотек Самая Крупная И самая Развесистая Это RxJS От Microsoft Есть Еще Не менее Крутая Но Уже На Вольных Началах Формируемая Это Beacon JS Который Я Собственно И вдохновлялся Когда Работал С этими Слайдами И Есть Javelin Для Кложи Скриптизеров И Есть Elm Для Всех Остальных Вот Вопросы Может Какие Нибудь Ну как Светло Вопросов Нет Все Устали Там Есть Вопрос Какой Сейчас Подождите Пожалуйста Секундочку Сейчас Микрофон Поднесут Я Слышал Что Бэкбон Там Сильно Ругают За Его Производительность Это Что Он Раздуто Как То Написан А Кефир Допустим Не Сталкивались Таким Там Его Сильно Продвигают Как Замену Но Он Правда От Российского Как Видим По Названию Я Не Понимаю Как Бэкбон Связан С ФРП Если Честно Бэкбон Ой Господи Бэкон Бэкон Ну Да Действительно Как Любое ФРП Как Любое ФП Оно Слегка Медленнее Чем Мутабельные Мутабельные Языки Мутабельный Способ Работать С Памятью Да Это Медленнее Но Это Все Решается Путем Того Что Ну Там На тех Слайдах У нас Собственно События Они Результируются Они берутся Но пока Не вызывается Функция OnValue У нас Ничего Дальше Не происходит То есть Только В момент OnValue Начинает Вычисляться Вся Предыдущая Вот эта Цепочка Стримовых Событий Поэтому Надо Просто Как В любом Другом Программировании Аккуратно Подходить К этому Процессу И Внимательно Следить За тем Что Нет Никаких Ну Да С Производительностью Как и везде Есть Задачи Которые Нужно Решать Ясно Спасибо А у меня Вопрос Не по теме Подскажите Пожалуйста Поделитесь Сервисом В котором Вы делали Вот Такие Красивые Слайды Вашей Презентации Ну Тату Наверное Мы тоже Найдем Спасибо Спасибо Этот сервис Это вот Эти вот Руки Ну Вот И еще Один Дизайнер Но Вам спасибо За Столь Высокую Оценку Слайдов Keynote Если что Да Еще Вопросы Обычный PPTX Без всякой Магии Алексей Очень шикарная Презентация Спасибо Спасибо Такой вопросик Вы сказали Что с помощью FlatMap Можно построить Очень много Операторов Как часто В реальной жизни Приходится Это делать Когда Это стоит Делать Ну Когда я писал Библиотеку Для Вот этих вот Слайдов Это было Два года назад Но тем не менее У нас В принципе Был написан FlatMap FlatMap и FlatMap Last Мы их объединили В одну функцию Которую TrueFalse принимает И Либо Last Либо All Себя ведет Вот И все остальные функции Были реализованы Через FlatMap То есть Есть реальная библиотека FRP Которая работает На одной большой функции FlatMap Все остальные функции Были сделаны Из FlatMap Вот Ну вообще В любом FP FlatMap Это Самая главная Штука Для Монады Которая Делается И Собственно FP И Монады Это Как Курица Яйцо Спасибо И второй вопрос Вы просто заикнули Что вы делали Презентацию Да Немного раньше Это связано С сервисом Simon.io Да Слегка связан А чем Порекламируйте Немножко Что этот сервис Будет делать Когда его ожидать Ну Вы сами Напросились Вот Ну Сервис-то Занимается Это Сложный Continuous Integration Сервер И с запуском Серверов Он там построен На базе докера Поэтому У вас Если есть проект С пятью ветками С пятью Пол реквестами Да Если вы на гитхабе Это делаете То Сервис Simon.io Помимо того Что пять раз Вам запустит Тесты Параллельно Он еще и Пять серверов Он подымет И у каждого Разработчика Будет свой Собственный Стейджинг А не один Стейджинг На всех Который После мержа Вот это вот Есть ветка Мастер Есть ветка Production Которые они там Друг к другу Подтягиваются И деплоятся В данном случае Он позволяет Поднять пять серверов Параллельно Как Где там ФРП В клиенте И его там Уже нет Он там был Вот два года назад А сейчас Там его нет Спасибо Спасибо вам За вопрос На второй вопрос Не ответил Когда ждать Он в закрытой Бете Регистрируйтесь И мы вам Пришлем письмо Регистрируйтесь Продолжение следует...